Привет! Смартфоны, камеры которых мы сегодня сравниваем, разделяют целых 3 года Это на самом деле большой срок по их смартфонным меркам Напомню, Galaxy Note 8 был выпущен осенью 2017 Но Note 20 Ultra это модель второй половины 2020 года И за это время многое успело поменяться Именно в том, что касается камер смартфонов Во-первых, снова вошла мода на гонку мегапикселей Во-вторых, стало нормой устанавливать 3-4 камеры в смартфон Ну и, конечно, активно развивались всякие нейросетевые алгоритмы Это должно означать, что актуальный флагман должен буквально разнести старичка И не оставить ему шансов Именно это мне и захотелось проверить Тем более, как раз представилась такая возможность Вы на канале Zender Today, садитесь поудобнее, приступаем Если смотреть чисто на характеристики, то Note 20 Ultra выглядит намного солиднее Достаточно сказать, что Note 8 вообще был первым экспериментом в Samsung По установке нескольких камер И в итоге у него их всего две Основная и телевичок с двукратным оптическим зумом Обе имеют разрешение 12 мегапикселей И оснащены системой оптической стабилизации Фронтальная камера одна 8 мегапикселей, если не считать дополнительного сенсора на 2 мегапикселя Который нужен для работы разблокировки по лицу с инфракрасной подсветкой У Note 20 Ultra арсенал куда богаче Основная камера получила матрицу на 108 мегапикселей С поддержкой технологии объединения соседних пикселей в один В данном случае объединяются сразу 9 штук Поэтому итоговые снимки имеют разрешение в те же 12 мегапикселей, как и у Note 8 Нужно это в первую очередь для повышения качества снимков при плохом освещении Так как такой сборный пиксель собирает больше света Кроме этого, есть телевик с пятикратным оптическим зумом И широкоугольная камера Обе по 12 мегапикселей Фронталка оснащена матрицей на 10 мегапикселей Потенциальные возможности у Note 20 Ultra тоже намного выше Например, он умеет записывать видео в разрешении 4К при 60 кадрах в секунду И на основную, и на фронтальную камеры Больше того, есть даже возможность съемки в 8К разрешении при 24 фпс У Note 8 основная камера ограничена режимом 4К 30 фпс А для передней и вовсе 1440p при 30 кадрах в секунду является пределом Но продвинутые режимы и красивые цифры — это одно А нам интереснее, как смартфоны покажут себя в реальных условиях Переходим к примерам Начнем с обычных дневных фотографий И знаете, что я видел, когда сравнивал дневные фото? Разочарование всех, кто считал, что новичок сходу отправит старичка в дом престарелых Если не заниматься тщательным сравнением, то их вообще можно назвать одинаковыми Единственное, что сразу бросается в глаза — в некоторых сценах отличается цветопередача Note 8 иногда заметно уходит в теплые оттенки, хотя и не всегда Порой отличия надо искать под лупой Но если все-таки приглядываться, то внезапно оказывается, что более старый флагман в некоторых моментах выдает лучшую детализацию Совсем немного, и зачастую это сложно заметить, но все-таки такой эффект есть Сложно сказать наверняка, в чем причина, какие-то софтовые накладки, обработки или влияние матрицы с большим размером и разрешением Возможно всего понемногу Но большой размер матрицы точно влияет на такой параметр, как глубина резкости Подробнее про это можете посмотреть где-нибудь в интернете, там люди рассказывают, те, кто получше меня во всем этом разбирается Но для нас с вами важно то, что Galaxy Note 20 Ultra сильнее размывает фон, то есть на нем проще получить натуральное боке без использования каких-то дополнительных режимов Вот, например, одна и та же веточка, которую я снимал с одинакового расстояния В этом случае она лучше отделена от фона именно на фото от Note 20 Ultra А вот на снимке от Note 8 ее вообще сложновато разглядеть на фоне всех остальных С другой стороны, из-за этого могут возникать и проблемы В первую очередь это касается макросъемки Если фотографировать что-то с очень близкого расстояния, то в расфокус могут попасть даже части самого предмета Так что для того, чтобы снимать макро, старичок подходит лучше и выдает более симпатичные снимки В том, что касается динамического диапазона, то большой разницы я не увидел Оба смартфона умеют автоматически включать HDR режим и в итоге выдают близкие снимки Справедливости ради скажу, что Note 20 Ultra справляется со сценами с резким переходом от света к тени чуть лучше Хотя разница не очень большая В каких-то случаях ее вообще практически нет и фото на оба смартфона выглядят очень близкими Но иногда Note 20 Ultra сохраняет больше деталей, это видно, например, вот здесь К сожалению, мое сравнение пришлось на зиму и поймать кадр с действительно ярким солнцем или что-то подобное было сложновато А что насчет снимков с приближением? На самом деле тут все довольно забавно Сейчас у вас на экранах исходная сцена, как и раньше снимки очень похожие Но давайте переключимся на двукратное приближение На первый взгляд снова два почти одинаковых снимка, пока не присмотришься поближе Если смотреть на детали, то становится заметно, что Note 8 выдает более качественную и четкую картинку На самом деле все логично Вторая камера Note 8 как раз обеспечивает ему двукратный оптический зум А вот у 20-го оптическое приближение пятикратное Это значит, что меньшей степени зума он получает простым растягиванием снимка на основную камеру Это легко подтверждается, если перейти на пятикратное приближение Тут уже преимущество на стороне актуального флагмана Чтобы закрыть вопрос зума окончательно, вот пара фото в максимальном для Note 8 приближении 10x Понятно, что у старого флагмана в этом случае приближение уже чисто цифровое А вот в Note 20 Ultra в таком режиме работает гибридный зум То есть алгоритмы обработки берут за основу снимок с телефото модуля и частично дорабатывают его программно Результат налицо В портретном режиме оба смартфона снова выдали близкий результат, если не считать разные цветопередачи Также оба позволяют регулировать степень размытия фона во встроенном редакторе уже после того, как снимок готов Ошибок по отделению фона у обоих мало, но все-таки Note 20 Ultra справился лучше В некоторых местах восьмерка допустила промахи Где-нибудь в инстаграм это вряд ли будет заметно, но на большом мониторе уже бросается в глаза Селфи, на мой взгляд, лучше получились у Note 20 Ultra Хотя разрешение отличается, по идее, совсем немного По факту новый флагман лучше ловит фокус и сохраняет больше деталей Несмотря на то, что у обоих смартфонов всего по одной фронтальной камере, оба умеют снимать на нее портреты с размытием фона Относительно качества могу сказать, что огрехи в сложных местах есть у обоих, но у Note 8 они более заметны Больше того, 20-ка ведет себя в этом режиме намного стабильнее При съемке на Note 8 приходится долго подбирать положение смартфона и лица в кадре, чтобы функция размытия сработала В то время как у Note 20 Ultra подобные снимки даются проще и быстрее Селфи при плохом освещении еще одна любопытная история Galaxy Note 8 заметно сильнее использует шумоподавление, из-за чего теряется много деталей и фото начинает выглядеть как акварельный рисунок Соответственно, Note 20 Ultra задействует шумодав не так сильно, в результате чего снимок получается более детализированным, но цифровых шумов на нем больше А теперь давайте посмотрим, как справляются с плохим освещением основные камеры Изначально, лично я ожидал большого преимущества Galaxy Note 20, ну просто потому что на бумаге все говорит в его пользу Это и большая матрица, и более крупные пиксели, ну имеется в виду после того, как они объединяются И новые алгоритмы с использованием нейросетевых технологий и всего вот этого И, конечно же, специальный ночной режим, которого у Galaxy Note 8 попросту нет Действительность меня немного удивила Старичок с 2017 года внезапно очень неплохо смотрится на фоне флагмана 20-го Нет, конечно, можно найти моменты, в которых более старый Note отстает Где-то замыливаются детали, где-то он не так хорошо справляется с источниками света или просто яркими участками ночных фото Во многом итоговое соотношение зависит от конкретной сцены Там, где в кадре много мелких деталей, много перепадов от света к теням, преимущество нового смартфона становится заметнее Но в целом, если не зарываться в пиксель-хантинг, то в большинстве случаев фото воспринимаются примерно равнозначными Причем, даже на фоне снимков в специальном ночном режиме это ощущение сохраняется Впрочем, обвинять Samsung в топтании на месте тоже нельзя, потому что разница все-таки есть Хоть и меньше, чем я ожидал Как записывают видео, фронтальные камеры вы уже видели в самом начале А теперь пришло время посмотреть и на то, как справляются основные Все примеры записывал в 4К разрешении на 30 кадрах в секунду без каких-то дополнительных настроек Давайте подойдем, посмотрим на скорость фокусировки Сейчас, насколько я вижу, все более-менее одинаково Потом на большом экране посмотрим все вместе Вы уже в видосе, я в ремонтаже и тоже готов в видосе Ну и сейчас я, кстати, уже иду Так что можно оценивать качество работы стабилизации Так-то, по идее, в обоих есть и оптическая стабилизация, и, естественно, электронные системы Весь вопрос в том, насколько это все эффективно И еще один пример того, как записывают видео на Galaxy Note 8 и Note 20 Ultra Но уже вечером, при плохом освещении Пока стою на месте и немножко пройдусь В видоискателе пока что на самом деле большой какой-то разницы не вижу Ну, в смысле, не сказать, чтобы все как-то плохо смотрится на Galaxy Note 8 Но поглядим, как оно все будет на большом экране Итак, пора подводить итоги Что касается видео Во-первых, Note 20 Ultra заметно лучше пишет видео на фронтальную камеру Это касается и разрешения, про которое я уже говорил чуть раньше Ну и стабилизация в 20-ке отрабатывает заметно качественнее Потенциал основной камеры, как тоже уже говорил, у Note 20 Ultra заметно выше В принципе, это неудивительно, учитывая разницу между ними в 3 года Но даже если записывать в одном и том же режиме 4K 30 FPS, как это делал я Все-таки Note 20 Ultra оказывается лучше В первую очередь это видно по качеству стабилизации, опять же Но и в целом детализация, как мне показалось Динамический диапазон повыше у более свежего флагмана Что касается плохого освещения То тут тоже Note 20 Ultra выдает более яркую картинку Лучший динамический диапазон, больше деталей Но при этом Galaxy Note 8, как по мне, тоже до сих пор смотрится очень неплохо Чем, конечно, меня лично приятно порадовал как владельца По поводу фото Самое главное открытие, которое я сделал лично для себя Это то, что при обычной дневной съемке на основную камеру Galaxy Note 8 оказался даже моментами лучше, чем 20-ка И лично меня это удивило Но во всех остальных режимах, конечно, Galaxy Note 20 Ultra уже впереди Где-то разница чуть больше, где-то меньше, где-то сильнее заметно Где-то слабее Но в целом, конечно, прогресс заметен Он есть и нельзя сказать, что Samsung топчется на месте Это уже не говоря о том, что у 20-ки есть широкоугольная камера Которая не участвовала в сравнении Тупо потому что не с чем сравнивать У 8-ки такого нет И, разумеется, она много где-то уже может пригодиться Можно интересные кадры с ней делать И, соответственно, это дополнительное преимущество Так что общий вывод у меня примерно такой Если задумываетесь обновляться с 8-ки на 20-ку То смысл в этом определенно есть Ну а вы в комментариях пишите обязательно свои мысли по поводу этого сравнения И, кстати, чтобы вам было удобнее Все оригиналы снимков можно найти по ссылке в описании Чтобы была возможность скачать И подробно в полном разрешении рассмотреть на своем компьютере Если вам понравилось подобное сравнение Если хотите больше видеть такого контента на канале То ставьте лайк, подписывайтесь Пишите в комментариях об этом Чтобы я это имел в виду И, соответственно, делал больше подобного А у меня на сегодня все Спасибо, что смотрите Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok